друзья всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал мы с вами начинаем новый влог сегодня нас ждет мощная мотивация на уборку в ванной комнате у меня в планах прочесать всю территорию заглянуть во все ящики полочки хочу помыть всю комнату изнутри и снаружи и первым делом загружаю стиральную машинку у меня собралась черная одежда и как правило она собирается быстрее остальной одежды в лоток заливаю жидкое средство и конденционер надеваю перчатки в обязательном порядке и приступаю к работе девочки сегодняшняя уборка будет проходить немного быстрее потому что видео я ускорила в несколько раз я хочу вам наглядно показать сколько работы было проделано в этой комнате сколько сил и труда была вложена для того чтобы отмыть досконально эту комнату я вырезала совсем небольшие куски и в принципе все остальное оставила как было на кафель я нанесла новое моющее средство которое купила в лидоле она не жидкая как водичка она вылетает как пена она и пенится хорошо и смывается легко и аромат у него очень приятный в общем не понравилось с ним работать но девочки я вам скажу это еще та гимнастика отмывать плитку и ванну ванна у нас широкая и чтобы дотянуться до плитки и до полочки нужно еще постараться у меня после уборки все мышцы болели и на руках и на ногах и спина побаливала в общем сегодняшнюю гимнастику я уже сделала и скажу вам по секрету я не люблю заниматься гимнастикой от слова совсем я как-то несколько лет тому назад записалась фитнес-клуб заплатила за шесть месяцев вперед начала ходить с таким энтузиазмом ну проходила наверное неделю и весь энтузиазм у меня исчез я больше не захотела туда ходить но через силу походила еще три месяца только потому что все было оплачено на 6 месяцев вперед а потом я подумала пускай лучше пропадают эти деньги чем пострадает моя нервная система но здесь я уже закончила с ванной я все там помыла высушила насухо конденсионеры шампуни и вернула их обратно ну и перехожу к унитазу во внутрь унитаза заливаю гелевую хлорку с лимоном а сверху буду использовать все тоже средства из лидела все хорошенечко намыливаю протираю чтобы средство проникла в каждую щелочку обрабатываю все очень хорошо тем же средством и в конце смою все тряпочкой и девочки хотела у вас спросить наверное не спросить а попросить подумать и предложить мне какие-нибудь новые идеи для видео конечно же уборка это хорошо она остается во влогах потому что мне нравится в принципе убираться и очень часто это даже мне доставляет удовольствие так же как и готовка но как-то хочется немного разнообразить контент в принципе я стараюсь чтобы мои видео не повторялись чтобы они каждый раз были разными интересными может быть вам моим зрителям хотелось бы увидеть чего-то другого от меня чего-то конкретного например может быть вам хотелось бы увидеть от меня какой-то рецепт ну не знаю подумайте и напишите мне ну и тут я уже перешла к нашему небольшому подвесному шкафчику который висит у нас за дверью здесь также нужно смахнуть пыль потому что я уже не хотела подходить к этому шкафчику каждый раз когда я открывала дверцу я ее быстро закрывала чтобы мой взгляд не фокусировался на пыли но я конечно собиралась почистить мебель и все что у меня здесь стоит на верхней полочке у меня хранится туалетная бумага а чуть ниже разные средства салфетки которые я кладу в стирку для цветной одежды и сюда же складываю разноцветные тряпочки я специально беру разные цвета чтобы знать именно какой цвет для какой работы предназначается перехожу к зеркалу с полочками здесь у нас наши уходовые средства уход за лицом за волосами крем для рук все это нужно достать и почистить это зеркало с полочками также делал давид из-за этих полочек у нас была просто война когда он принес эти полочки и установил мне стало плохо эти полочки из нершавеющей стали и почему-то когда я их увидела они у меня сразу ассоциировались с каким-то кабинетом врача такое чувство как будто находишься в клинике я же хотела полочки или белые такие же как мебель или стеклянные но почему давид решил сделать вот такие полочки в прошлом у нас был такой опыт когда с полочек летела что-то тяжелое попадала в раковину и раковина у нас треснула небольшой участок треснул но для того чтобы избежать такую ситуацию давид решил поставить вот такие полочки с бортиком потому что у мальчика внутри хранятся стеклянные тяжелые бутылочки машинки для бритья у них машинки для лица и для тела но и так как они не всегда осторожничают иногда что-то падает а у нас сейчас новая раковина столешница стеклянная поэтому он не стал рисковать и установил вот именно такие полочки в ящиках также нужно смахнуть пыль в этом ящике у меня фен расчески в общем оборудование для волос и честно говоря я уже устала бороться с волосами здесь я всегда нахожу волосы и свои и старшего сына потому что у него тоже они длинные он также пользуется феном и когда он сушит свои волосы они отлетают и прилипают к этому белому подвесному шкафчику который висит за дверью здесь я вытряхиваю корзины которые делала сама я вам наверху оставлю ссылку на это видео где я делала разные корзины посмотрите обязательно их очень легко мастерить ну и тем временем я уже протерла ящик влажными антибактериальными салфетками неоднократно вам говорила о них они у меня всегда под рукой очень удобно протерла и выбросила ну и Мне осталось помыть раковину и столешницу. Сегодня также буду мыть дозатор и стаканчик для зубных щеток. Я их не всегда мою, просто протираю тряпкой, но сегодня их нужно тщательно отмыть, поэтому наношу это же средство, чищу губкой и смываю водой. Между прочим, очень довольна этой серией дозатора и стаканчика. Я их покупала в магазине Юск. Они оказались из очень качественного материала, ничего пока что не попортилось от воды, дозатор не схватывает намертво на лед, все хорошо отмывается и блестит как новенький. Возвращаю все на свое место, наполняю специальный контейнер для ватных палочек. Очень удобно пользоваться такими контейнерами. Наполняю также контейнер ватными дисками, повешу чистые полотенца и последний пункт, который у меня остается это помыть полы. Я очень надеюсь, что мотивация удалась. Для меня она уж точно удалась, потому что в принципе это мой контент, так что вы мотивируете меня, а я очень надеюсь, что мотивирую вас. Ну все, теперь у меня красота, чистота и порядок. Субтитры сделал DimaTorzok У нас на очереди готовка. Сегодня я готовлю два обеда. Надеюсь, на три дня точно хватит, потому что готовлю большую порцию. Будем готовить с умом, но все по порядку. Я купила одну курицу и шесть крылышек. Я и Христо обожаем крылышки. Куриную грудку я сегодня использовать не буду. Я ее положу в пакет и заморожу. Сделаю в другой день старшему сыну наггетсы. Он их очень любит. А всю остальную курочку я уже промыла, нарежу на кусочки и поставлю на плиту вариться. Сегодня курочку готовлю с макаронными изделиями, которые похожи на рис. Мы их здесь называем крисораки. Но для начала курочку нужно сварить приблизительно полчаса для того, чтобы получить бульон. Ну и пока курица будет вариться, я приготовлю овощи для следующего блюда. А следующее блюдо у нас борщ. Да, мы уже соскучились по борщу. Давно я его не готовила. Сегодня я здесь мясо использовать не буду. Использую только куриный бульон, который у меня всегда есть в морозилке. Берем самые обычные продукты для борща. Нарезаем болгарский перец, лук, чеснок, морковь, картофель и капусту. Очень редко готовлю борщ без мяса, но если все-таки готовлю без него, то обязательно добавляю бульон. Потому что я не люблю супы просто на воде. Я не ем простой суп на воде. Он мне просто не нравится на вкус. В кастрюлю наливаю оливковое масло и отправляю овощи тушиться. И пока овощи будут тушиться, я нарежу капусту. Капусту на борщ я режу не очень мелко, но и не крупно. Такими средними полосками. Переложу все в миску и нарежу картофель небольшим кубиком. Когда уже овощи протушились, я к ним добавляю замороженный куриный бульон, заливаю кипяток, чтобы бульон быстрее растаял и вода быстрее вскипела. Добавляю сюда же картофель, все перемешаю и оставлю картофель вариться 20 минут. Ну а тем временем курочка наша приготовилась, она поварилась полчаса и я уже выключила огонь. А теперь на противень высыпаю макаронные изделия и рукой немного распределяю их, чтобы они равномерно разошлись повсюду. Посолю, поперчу, ну и сверху буду выкладывать курочку. Выкладываю все кусочки и сверху залью бульоном. На один стакан макарон приходится два стакана бульона. Заливаю бульон и отправляю в духовку. Духовку выставляю на 200 градусов, ну и буду готовить до испарения влаги и до готовности курочки. Картофель у нас поварился 20 минут. Теперь сюда же закладываю капусту, все перемешаю и оставлю ее готовиться. Бульон, который остался от курочки, разливаю по контейнерам и у меня опять пойдет в заморозку литр 200 бульона. Он меня всегда очень выручает. В кастрюлю добавляю 3 лавровых листа, измельченный томат, все хорошо перемешиваю, добавляю соль, перец, зелень и выключаю газ. Когда у меня уже борщ полностью приготовился и я выключила газ, только потом измельчаю свеклу в блендере, довожу ее до состояния каши и только потом добавляю в кастрюлю. Таким образом свекла у нас не варится, а просто в горячий бульон она отдает свой хороший красный насыщенный цвет. Я заметила, что если свеклу долго варить, она теряет свой цвет, поэтому всегда делаю так и борщ у меня получается всегда очень насыщенного красного цвета. Ну все, курочка готова, вкусный борщ готов, конечно же ему надо настояться и на следующий день он будет просто пальчики оближешь. Решила приготовить очень интересный десерт, чтобы не оставлять без десерта ни своих родных, ну и вас конечно же. Будем печь блины, но не простые, а особенные. Я этими блинами очень удивила своих родных, поэтому девочки берите на заметку и готовьте. Тесто готовлю самое обычное на блины. Когда уже тесто готово, я совсем немного переливаю в маленькую миску, добавляю какао-порошок, чтобы получить такое шоколадное тесто. А теперь беру пустую бутылку из-под кетчупа, потому что мне нужен тонкий носик. Такие специальные бутылочки продаются в Икеа, когда я туда попаду, то обязательно себе возьму такую бутылку. Очень удобно их использовать именно для этих целей. Прохожусь по сковороде сливочным маслом и начинаю выкладывать шоколадное тесто, вот такой улиткой. Оставлю ее поджариться и только потом выливаю белое тесто. Если мы не оставим приготовиться шоколадное тесто, то при добавлении белого она просто размажется и узор не получится. Поэтому обязательно оставляем шоколадное тесто испечься и только потом заливаем белым. Блины печем стандартно, с двух сторон. Подготавливаем начинку. Я нарезаю банан тонкими дольками, смажу блины шоколадным маслом, выложу банан и сверну в трубочку. Но здесь опять-таки начинка может быть любой. Ягоды, фрукты, сливочный сыр с сахарной пудрой, крем. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Девочки, приготовьте обязательно. Мои мальчики, когда увидели такие тигровые блинчики, гадали, как же я их сделала. А если у вас дети помладше, то у них вообще будет восторг. Ну что, ребята, я все свои дела закончила. В ванной комнате я сделала абсолютно все, чего я безумно рада. Наготовила. Ну а сейчас вы видите, что я уже приготовилась. Только осталось переодеться. И мы идем на открытие танцевальной школы. Да, мой племянник Сергей открыл танцевальную студию наконец-то. Это обязательно должно было свершиться, потому что он уже более 10 лет преподает танцы. Он учитель танцев. Для него это не просто работа. Это его любовь, страсть. Он очень талантлив в этом. Это его среда обитания, можно сказать. Потому что мы иногда смеемся. Он переходит из комнаты в комнату, подтанцовывая. Не ходит, как человек, а танцует. Школа называется Ирицьян Дэнс Скул. Она находится прямо в центре города, в центре Салоников. С легкостью вы можете ее найти. Все контакты я оставлю в описании под видео. Так что если кто живет в Салониках и интересуется, можете по телефону узнать и уточнить всю информацию. Так что, ребята, я беру вас с собой, покажу вам помещение. Сегодня пройдет такой первый легкий урок. Я надеюсь, вам будет интересно. Так что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok